Первый в мире противогаз, защищающий органы дыхания, зрения и кожу лица от боевых отравляющих веществ, был разработан в 1915 году известным российским ученым-химиком Зелинским и технологом Кумантом. Так появился противогаз Зелинского Куманта, которым снабжалась русская императорская армия в Первой мировой войне. Противогаз имел множество недостатков, и поэтому велась разработка более эффективных моделей средств защиты. В 1928 году для нужд рабочекрестьянской Красной Армии начал производиться новый противогаз БН, боевой не секретный. Противогаз состоял из шлема ША-1, клапанной коробки, гофрированной трубки, противогазной коробки и сумки для переноски противогаза. Шлем ША-1 входил в комплекты БН-БС-Т5 и БН-БС-ТЧ. Маски ША-1 выпускались до 1936 года, а на замену им пришли более совершенные маски О8, ШМ-1 и МОД-О8. Первое, что бросается в глаза, когда смотришь на противогаз с маской ША-1, это роговидный выступ на маске, который находится в районе лба. Дело в том, что довоенные противогазы имели такую проблему, как образование конденсата внутри и, соответственно, запотевание стекол. Обычная физика, снаружи холодный воздух, внутри противогаза в результате дыхания человека теплый воздух, на внутренней поверхности противогаза конденсат. С запотевшими стеклами не то, что выполнять боевые задачи, а даже передвигаться невозможно. Поэтому для протирания противогаза пальцем и был предусмотрен этот пальцеобразный отросток, похожий на рог. Благодаря чему этот противогаз прозвали рогачом или носорогом. При запотевании стекол человек пальцем вправлял этот рог внутрь противогаза и протирал им стекла изнутри. Подобный отросток можно наблюдать и на противогазе Зелинского, ведь проблема с запотеванием была и на нем. Для предотвращения запотевания стекол в комплекте с противогазом шел специальный мыльный карандаш, которым стекла натирались изнутри. Но он спасал от запотевания ненадолго. С приходом масок HM1 и MODO8 проблема с запотеванием стекол была решена тем, что в комплекте к противогазу шли специальные незапотевающие пленки, которые вставлялись изнутри противогаза в специальные крепления и защищали стекла от конденсата. Гражданин вы отравлены! Сладите его! Сладите его! Гражданин вы же отравлены! Ничего, будьте спокойны!